всем привет друзья продолжаем проходить модификацию лабиринт и вот в прошлой серии мы уже оказались на локации под названием комната телепортации так что у нас тут замок класса b давайте открывать хорошо это называется комната телепортации или бункер управления монолитом ну ладно кому как опять замок класса b хорошо так идем дальше замок класса а ну вот и все так что нам тут надо для подачи напряжения на пульт управления поднимите рычаг на какой пульт управления так тут что-нибудь будет ничего ничего тут ничего пульт управления говоришь пульт управления пульт управления так интересно там вообще в самом начале вроде был какой-то еще поворот куда я не пошел а нет уже все уже все тут тут завал и как бы пульт управления по идее же вот это и есть пульт управления нет панель управления так задание найти выход из лаборатории x9 но мы уже на другой локации и что что я пропускаю а вот что-то для включения вспомогательного генератора поднимите рычаг что дальше но это ничего не меняет замок класса а тут ничего а здесь что-то начало гудеть но вроде ничего не активно так или у нас тут что-то поменялось опа так хотите сказать что мне нужно их разбить опять а зачем или наоборот запустить оставшиеся так может где-то еще какой-то рубильник а ну вот же он я прямо на него смотрю так все все горят и появился телепорт правильно вроде правильно и мы куда-то отправляемся так это похоже локация город чего-то там сейчас посмотрим точно такс где мы есть город призрак место для сна здесь имеется а что еще 7 часов утра хотя вроде как мы телепортировал лись был вечер на часах ну ладно что же давайте смотреть что у нас тут кто-то есть три человека где-то рядом ладно 4 враги 5 допустим так и кто-то нейтральный ладно это все на поверхности там люк что ли замок класса а то есть я сейчас не вылезу но похоже что да но я все-таки поднимусь проверить понятно еще критический уровень пси-излучения все ясно понятно так что тогда ну давайте искать что-то что-то давайте искать вот там у нас дверь какая-то и тут дверь опа профессор кузнецов вы кто такой что вам здесь нужно я фанат сталкера из деревни новичков что на кордоне а ты кто такой я профессор кузнецов руководитель отдела лаборатории x9 понятно значит это я вашу флешку нашел на кухне в лаборатории кстати там был еще труп вернее даже не труп а то что от него осталось там в лаборатории я думал что вот это вот дерьмо размазанное на полу и есть профессор кузнецов я не знаю что за дерьмо вы там видели но профессор кузнецов это я и как слышите я все еще жив дверь не откроете профессор зачем я и так вас хорошо слышу и даже вижу я честно говоря не очень понимаю где я нахожусь и хотел бы так сказать глядя глаза в глаза поболтать с вами о том в какой я сейчас оказался как бы это помягче выразить ситуации давайте сделаем так вы зачистите территорию города от зомбированных и тогда я отвечу на все ваши вопросы с глазу на глаз ну как вы и хотите согласны? а если я не согласен вот не буду я этим заниматься и что? ну сдохните вы тогда в этом тоннеле молодой человек выбора у вас действительно нет без моей помощи вернуться в лабораторию Х9 вы не сможете код замка крышки люка 159 753 если у вас все получится то я буду просто рад за вас если нет то значит не судьба короче как закончите с зомбированными возвращайтесь поговорим о том как вам выбраться из той ну сложившейся ситуации в которую вы попали да и еще сочковать не получится вся территория напичкана видеокамерами я буду все видеть на мониторе компьютера и старайтесь не приближаться к заборам и зданиям периметра города уровень излучения очень высокий какого нахрен излучения? удачи вам сталкер какого излучения профессор? нормально так а код у нас тут сохранился 150 да 159 753 хорошо хе а кстати я не дошел до последней там еще одна дверь была ну ладно наверное тоже заперта хотя бы не факт может какой-нибудь там за той дверью и тайник ладно уже побежал значит побежал потом вернемся а понятно я еще не туда побежал как обычно где этот где этот люк сюда нам так вот теперь я понял куда я побежал или нифига не понял короче вернулся обратно так значит 159 753 хорошо люк открыт допустим ну давайте начнем зачистку критический уровень излучения пси-излучения и как мы это все провернем так так здорово с АК ходите но я не знаю эти АК собирать не собирать ух 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 уничтожить зомбированных ладно наверное не буду я ничего собирать потому что нам выносливость нужна так или обычная АК взять может обычная АК взять чтоб был хотя бы один что я все продал так есть еще у кого ну-ка ух ребята у вас тут сколько так так вот обычная АК один возьму чтоб был хотя бы один такс такс хорошо одну аптечку можно использовать вон еще идут слушайте ну гадюка меня просто вообще очень удивляет отлично так вот еще аптечку нашли такс ага отдыхай еще аптечку нашли слушайте вообще нормально кто еще кто еще так недавно вот мы проходили датити или это был недатитимод вот здесь вот у нас висел товарищ так а вот там вот кстати говоря был тайник ой-ой-ой как-то я не слежу тихо-тихо-тихо что такое давай вот это вот выкинем энергетик выпьем где-то вот здесь вот у нас был тайник по-моему там вот настройки хорошо отдыхай ну-ка что у тебя есть ничего интересного так сейчас глянем остался тут тайник или нет ага так ну-ка есть тут что да тайник есть и тут аптечки сейчас а тогда были вроде бы артефакты ух так артефакты может теперь есть да слушайте хе-хе-хе ну-ка а ты с той стороны ёп-а-ё ладно хорошо сейчас надо тогда уже вылазить сюда сюда тихо не падать так ну что где ты тут так что у нас компас нифига себе нормальный я зашел радиация правда плюс 20 да на пояс такое не повесишь ладно так где тут кто еще где тут кто еще я помню что в комментариях многие жаловались на вот этот вот блюр но это по идее сейчас из-за освещения дарит x11 хотя я на нем все время играю и вроде на кордоне я такого не замечал или может из-за пси-излучения частично такое появляется этот блюр но обычно это из-за именно освещения хотя здесь и пси-излучения и нет наверное все-таки пси-излучения хотя если так смотреть то непонятно но меня он не напрягает не знаю просто я помню что раньше когда я играл многие жаловались на это дело так что дальше где еще что что еще где где еще кто ладно так тут у нас аномалия лоза аномалия лоза ну что полезем мы наверх или нет проверять что наверху но я здесь сделаю сохранение если ничего не будет то отгружусь если мы потратим много слишком аптечек так 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 ты сюда ты сюда давай пролетай и теперь я прохожу осторожно так 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 я правильно иду вроде правильно оп 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 но все-таки наверное сохранюсь поюще свалиться придется начинать с самого начала так ну что стоило на того научная аптечка обычная аптечка детектор велес у меня такой уже есть консервы антират консервы энергетик так пулемета нет да пулемета мы тут не найдем хотя бы аптечки всякие и то хорошо так ладно ладно ну значит спускаемся вниз и продолжаем поиски наших товарищей так сейчас аккуратно очень аккуратно очень аккуратно так ну что где кто еще где кто еще но я наверное все-таки попробую включить другое освещение может блюра не будет ну вот поставил directx 10 и блюр исчез хорошо так а мы тем временем нашли очередного зомбированного и это был последний все можем значит возвращаться обратно замечательно сейчас только бы еще найти спуск вниз я уже забыл где он потому что я не посмотрел когда мы а хорошо что отмечено отмечено ну примерно где-то там и был люк вроде где-то тут должен быть как-то я не запомнил где-то здесь он был в этих кустах нет да посмотрел на записи люк был в кустах и прямо возле здания вот он хорошо спускаемся вниз не знаю полететь или спуститься ну ладно уже пролететь так хорошо и теперь идем к товарищу профессору кузнецову так вот я хотел вот эту дверь проверить а побежал прошлый раз куда-то не туда но здесь ничего нет так ага дверь открылась отлично идем в гости ну сначала сюда но тут у них по идее да туалеты ясно понятно так а тут что-нибудь есть ага психо правильно же блокада пси-блокада да так так день день добрый Профессор Кузнецов Поздравляю вас, фанат Вы успешно справились с первым заданием Кстати, вы это сделали не для меня, а для себя Вы же хотите вернуться в лабораторию X9? К черту, поздравление Что за хрень творится на улице и где вообще? Вы в так называемом Городе ученых Правда, сейчас этот город можно смело называть Город-призрак Из всех ученых в городе только я и моя жена Мария Жена? Да, жена, а что тут удивительного? Ах, простите, я совсем забыл Что вся нынешняя сталкерня состоит Исключительно из женоненавистников Так вот, моя жена Главный научный сотрудник нашего НИИ И занимается исследованием Аномальных образований зоны В переводе на ваш сталкерский язык Специалист по изменению свойств артефактов Рожденных в аномальных полях Это че, она может менять Свойства артефактов? И не только, она может создавать Новые артефакты с заданными характеристиками Используя в качестве сырья Артефакты, которые рождаются в аномальных полях зоны Круто, и что же здесь произошло, что город ученых превратился в призрак? Это случилось полтора месяца назад Человеческий фактор Кто-то в лаборатории Х-10, что под радаром, допустил ошибку Ввел неправильные координаты для одного из излучателей Направление излучения случайным образом совпало с координатами нашего города Пси-излучение полностью накрыло нас Они до сих пор пытаются отключить эту глюченную антенну Но пока безуспешно Хорошо, что это случилось днем По тревоге все жители города были эвакуированы в безопасное место Дело в том, что излучение не действует мгновенно Оно как радиация Оно имеет свойство накапливаться в организме И только тогда, когда допустимое значение превышено В мозге человека начинают происходить необратимые процессы Человек постепенно превращается в зомби А как же тогда действует выброс? Почему зомбирование происходит так быстро? Выброс это как ядерная бомба В выбросе такой уровень пси-излучения Что накопление излучения в мозге происходит по экспоненте Итог, мгновенное превращение в зомби Ладно, мы отвлеклись немного Следующий твой шаг будет таким Нужно раздобыть детектор Велес Для чего? Для того, чтобы отыскать на территории города артефакт Компас Который поможет тебе вернуться в лабораторию Х9 У меня уже есть такой детектор И Компас я нашел Отлично, тогда все становится гораздо проще Используй детектор для поиска артефакта Компас Имей в виду, что артефакт очень быстро перемещается Постарайся засечь и поднять его Как только артефакт будет у тебя в руках То сразу дуй сюда Передашь артефакт Марии Она из него тебе такую конфетку сделает Что сами небеса захотят тебя переместить в пространстве Договорились, скоро буду Так, Компас мы уже нашли Так что можем идти разговаривать с Марией Редкий артефакт Последний раз его находили много месяцев назад Обладает способностью показывать разрывы в аномальных полях Говорят, с его помощью можно без малейшего риска пройти мимо самых сложных аномалий Однако очень мало кто знает, как с ним обращаться Ух ты Нашел артефакт? Держи Бесполезная радиоактивная вещица Толку от нее ноль Ну, если ты планировал носить его на поясе То я с тобой соглашусь Но с точки зрения преобразования Это идеальный артефакт И что же в нем идеального? Из одного такого артефакта можно сделать два Сам же артефакт невероятно податлив на молекулярном уровне При синтезе Я все понял, достаточно Пойду переговорю с вашим мужем Ладно, не буду забирать вашу еду Потому что у меня вроде как и так хватает Расскажи мне, что произошло в лаборатории Х-9 И как вы с Марией оказались здесь? Мы ученые Живем здесь в городе А работаем вахтовым методом в лаборатории Х-9 Я занимаюсь исследованием влияния телепортации на человеческое тело А Мария занимается изучением свойств артефактов В тот день нам, скажем так, повезло У Марии выпал выходной день И она осталась дома В Х-9 телепортировался я один Тут-то все и началось Наемники? Да, они сумели пробраться в лабораторию Х-9 Что им было нужно и чей приказ они выполняли Скорее всего останется тайной Мне повезло Я сумел ускользнуть от наемников И телепортироваться сюда, домой А остальные ученые, я думаю, уже никогда не вернутся А почему вы с Марией не эвакуировались После того, как пси-излучение накрыло город? Почему? Потому что пункт эвакуации это я Я программировал телепорты И отправлял людей за пределы излучения Мария помогала мне во всем Ну а когда дошла очередь До нашей с Марией самой эвакуации То энергии уже на создание телепорта Просто было недостаточно Да и уровень пси-излучения Уже не позволял нам с ней подняться на поверхность А на кого вы работаете? Ну, кто вам платит? Есть вещи, которые лучше не знать, сталкер Тебе же будет спокойнее Как всегда, все покрыто тайной Что дальше? Следующий твой шаг будет таким Нужно раздобыть шлем с повышенной защитой от пси-излучения Такой шлем был разработан мною И передан лейтенанту Который командовал военнослужащим, охранявшими город Кстати, ты заметил, что все зомбированные Это бывшие военнослужащие? Они после эвакуации остались Чтобы вывести оборудование Но не успели И где мне искать шлем? Здесь, в тоннелях Недели три назад в одной из шахт подземелья Стали раздаваться непонятные звуки Лейтенант одел шлем И ушел в нем на разведку И не вернулся Не знаю, что с ним произошло Тебе и придется это выяснить Код замка двери, ведущий в боковой тоннель 174-538 Найди этот шлем В противном случае Тебе без него практически не выбраться отсюда Позже я тебе все объясню в мельчайших деталях И да, еще Ты пойми То, о чем я тебя сейчас спрошу Это не пустая беготня Это то, что ты делаешь В первую очередь для себя А конкретно для того, чтобы жить дальше Я это понимаю Так, найти шлем Хорошо Ладно Что ж, теперь отправляемся К той двери, куда я Случайно пошел Да, я тогда пробежал вот этот поворот, похоже И отправился вот сюда Так, 174-538 Хорошо Что у нас тут? Что у нас тут? Началось О, мое Все? С тушканами возможно все А вот с остальными не уверен Так, тут тупик Ну давайте во второй пойдем Опа Опа Опа, ПКМ Ха Так, и вот он шлем Так Интересно На ПКМ Нужно будет починить Ну а тут у нас Ну а тут у нас Тупик Ничего нет Все, тогда возвращаемся обратно Кстати, Геркулес Нет, Геркулес есть Давайте выпьем один, что ли Хотя бы Чтобы можно было побегать Ой Здравствуйте Кстати говоря, вот можно и испытать Как раз пулемет Нормально Прям вообще Ты че, серьезно? Вот это я понимаю Ну, я надеюсь Мы сможем вернуться обратно Правда, бежать придется Далеко, но Вроде как, судя по диалогу Мы и хотим вернуться В лабораторию, нет? Чтобы там открыть Те двери Арсенал И там еще Другие тоже были Двери Так что туда, я думаю Мы вернемся Ну, надеюсь, по крайней мере Так, нам сюда Да, нам сюда На этот раз Я уже не заплутал Все совершенно наоборот Вышло Так, еще чуть дальше Пробегаем Вот, теперь точно Уже не заплутал Ну что Я вернулся Так Ага, Мария Теперь здесь Все готово Сталкер Забирай артефакт А он не кусается А то брать в руки Кота в мешке Не очень хочется Не волнуйся Этот артефакт Излучает только Положительные свойства Это одна из лучших Моих работ Я назвал его Энергия За такой артефакт Тебе бы торговцы Не меньше Пятиста штук Отвалили бы Без разговоров Он твой Забирай Ладно Поглядим Что там за шедевр Так И что мы получили А получили мы Или нам нужно Забрать его Прям отсюда Да Ладно А получили мы Значит Энергию Искусственно созданный Артефакт Обладающий Колоссальным Объемом энергии Которая заключена В хрупкую оболочку Ну да Шикарно конечно Но чувствую После телепортации Артефакт Распадется Да Можем этот Шлем Надеть Ну и пойдем Поговорим С ученым Так А у вас тут сейф Вообще да Опять таки Кодовый замок Медикаменты Всякие Можно взять Ладно А в этой комнате Больше ничего Интересного нет Просто давайте Осмотримся На всякий случай Вдруг что-то Можно тут еще Найти Я бы это дело Взял Но оно не берется Ладно Так А в этих шкафах Аптечки Ну это мы возьмем Это может Пригодиться Такс Такс Ну пойдет Ну что Каков следующий пункт Твоего плана Согласись Раз уж я тебе помогаю Вернуться в лабораторию Икс 9 То по логике вещей И ты что-то должен Сделать для меня Вернее Для нас Марии Я пока честно говоря Не очень понимаю Как то что я делаю Поможет мне Вернуться в лабораторию Доверься мне Поверь что Мы с Марией Не меньше тебя Хотим выбраться Из этой ситуации И ты нам В этом поможешь Можно сказать Что сам Бог Нам тебя послал Договорились Ну Если сам Бог Что в этот раз Нужно делать Неделю назад Я наконец-то Смог Отремонтировать Радиопередатчики Отправить сигнал СОС На большую землю Прилетела вертушка Но из-за сильного Излучения Пилоты не рискнули Залететь в зону города Они сбросили Груз на окраине Груз сейчас лежит На одной из крыш Многоэтажек Там то Что нам нужно С Марии Принести нам это Вот и вся моя просьба А как я доберусь До нужной мне крыши Я уже позаботился Об этом Я запрограммировал Систему коротких Телепортов Осталось только Ее активировать Ничего сложного Я буду включать Телепорты по очереди А ты просто прыгай в них И они тебя Сами приведут К сброшенному грузу Почему коротких Неужели нельзя было Сделать один длинный Телепорт Работающий По принципу Туда-сюда Потому что Для одного длинного У нас недостаточно Энергии И где Точка входа В систему телепортов Точка входа Это здание Автовокзала Но удачи тебе Умник И тебе не кашлять Найти груз Так Ну для груза Надо место У меня уже Как бы перегруз И куда мне сбросить Свой груз Тут же Ящиков Кроме вот этого Вот нет Так Ну ладно Давайте сделаем тут Себе нычку Но в любом случае Я выбрасываю АК Патроны Ненужные Пистолеты Патроны Вот эти Шлем наш Дымовую гранату Консервы Вам оставлю Водки Мне столько Не надо Вот это дело Ну и пока что Все Если что У меня есть Горкулес Надеюсь Хватит Так Ну я пошел Значит Здание Автовокзала Хорошо Здание Автовокзала Ну пойдем Поищем Этот телепорт Конечно Напоминает Мне это Немного Прыжки По телепортам Из ОП2 Но здесь Это якобы Обоснованно Хотя Там Тоже Было И кстати Говоря По моему Валазар Так звали Того Профессора Из ОП2 У него Была Похожая Моделька Вот на Этого Ученого Который Здесь Ну ладно Так Вот он Автовокзал Нифига Себе Точка Входа В здание Автовокзала Здание Автовокзала На каком Этаже На первом На втором Что тут вообще Есть на этом Автовокзале Здание Автовокзала Так А телепорты Невидимые Да Здание Автовокзала Может крыша А нет Вот Я куда-то попал Так Хорошо Что дальше Ладно Бежим По крыше И Ага Вот появился Допустим Не Ну это конечно Легче чем В ОП2 Потому что В ОП2 Без гида Там Эти телепорты Будешь искать Не знаю Целый день И может не найдешь А здесь Они хотя бы Видны Так Что дальше Где Ага Вот появился Допустим Надо следить За здоровьем Потому что Так Можно и отъехать Честно говоря Мы надели Вот этот Шлем И по-моему Или пси Излучение Выросло Или что Так Вот что-то Нашли Ящик с кодовым Замком Хорошо Все Можно возвращаться Можно возвращаться Но Ага Ага Нас сюда Забросило Так Ну ладно Понятно Все Короче Давайте спускаться И возвращаться Обратно Что ж Я вернулся Дело сделано Профессор Не скажешь Что в ящике Кстати Я сам не посмотрел Что здесь В описании Сказано Ящик с кодовым Замком Сброшенный С вертолета Для профессора Кузнецова 7,5 килограмм Два научных Бронекостюма Для нас Смори Чтобы мы могли Подняться На поверхность И с помощью Телепортации Покинуть Этот гребаный город Держите Свой ящик Профессор А теперь Поговорим По-другому Получается Телепорт Все-таки Существует Что же Вы мне голову Поморочили Где он Тише Тише Друг мой Раздухарился Телепорт Существует Но он В нерабочем Состоянии Но я знаю Как его включить И ты нам С Марией В этом Поможешь Рассказывай Вот это Другое дело Слушай Внимательно Пока ты Шарился По городу То думаю Успел Заметить Три спутниковые Антенны Смотрящие В небо Так вот Это не Антенны И мы Не астрономы Это Излучатели Волн Поглощения Да-да Мой друг Это именно То о чем Ты подумал Благодаря Этим Трем Излучателям Идет Интенсивное Поглощение Пси Волн И над городом Образуется Своего рода Пузырь С минимальным Уровнем Облучения Так Вот Как это Все У вас Устроено Это Все Мария После Того Как Нас Накрыло Это Она Придумала Как Перепрограммировать И использовать Спутниковые Антенны Против Пси Излучения Понятно И что С помощью Этих Излучателей Можно Запустить Телепорт Созданный Мною Телепорт Без Достаточного Количества Энергии К сожалению Не Работает Дело В том Что Вся Энергия Которая Есть В Городе Сейчас Направлена На Излучатели Но Есть Способ Получения Энергии С помощью Артефакта Который Ты Получил От Марии А Спутниковые Антенны Сработают Как Микроволновки Не Понял А Тебе Особо Понимать И Не Нужно Просто Делай Как Я Говорю И Все Будет В Норме Первое Установишь Артефакт На Стреле Крана Второе Перепрограммируешь Все Три Спутниковые Антенны Чтобы Их Излучение Начало Разогревать Артефакт При Достижении Определенной Температуры Артефакт Выделит Дополнительную Энергию Которая Поможет Нам Запустить Телепорт Вот Теперь Все Понятно Есть Какие-то Подводные Камни Есть Всего Один Как Только Ты Начнешь Разворачивать Тарелки На Артефакт Интенсивность Пти В противном Случае Пси Излучение Просто Поджарит Тебя Коды Поворота Тарелок Я Сбросил Тебе На КПК И Еще За Моей Спиной Сейф Код Замка Три Семерки Это Все Чем Я могу Помочь Тебе Удачи Сталкер До Встречи В Х9 Профессор Так Ну Честно Говоря Такой Квест Мы Вроде Проходили В Дэд Сити Ага Спасибо Думаю Что Эти Пси Блокады Мне Пригодятся Так Эти Вещи Наши Никто Не Забрал Давайте Что Нибудь Тогда Возьмем Не знаю Патроны Для Калаша Что Ли Вот Это Барахло Останется Здесь Наверное Да Так Ну Наверное Да Это Я Оставлю Тут Тащить Собой Не Хочу Ну Все Тогда Отправляемся Воплощать План Профессора В жизнь Установить Артефакт На стреле Крана Пункт Первый Что Ж Вылазим Сразу Давайте Наверное Пси Блокаду А то Прошлые Разы Я как-то Про них Забывал Так Вообще Надо Поставить Эти Пси Блокады Давайте Вот Сюда Поставим Пока Что Вот Ну и Сейчас будем Устанавливать Больше тут Ничего нет Из артефактов Вроде Ничего Так Полезли Сюда Сюда Так Еще Выше Так Тут Ничего Тут Ничего И Вот Мы Здесь Артефакт Установили Перепрограммировать Излучатель Номер Один Ага Сейчас нам Нужно На крышу Автовокзала Хорошо Я забыл Что у нас Так Ладно Понятно Придется все таки Избавляться От разных вещей Чтобы не было Перегруза Потому что Это мне Не годится Такое Так что Это я выбрасываю Хотя конечно Можно выпить Геркулес Но Геркулеса Надолго Не хватит Так Но Сейчас Поскольку Нам нужна Будет Скорость Я наверное Геркулес Чуть позже Выпью Все таки Но Чуть позже Так Спускаемся И Отправляемся На крышу Автовокзала Так Ладно Давайте сюда Где у нас Тут лестница Вот она Так Кстати говоря Еще одну Пси блокаду Используем И аптечку Сверху Так Мы тут Мы тут Коды он сказал Отправил Да Код 582 36 582 36 Хорошо Тарелка Поворачивается Можем топать Дальше Не разобьемся Надеюсь Что нет Было больно Но Ладно Для экономии Время не пойдет Так Теперь как-то Надо Подняться На эту крышу Да Наверное Здесь Должна быть Какая-то Лестница Так Кстати говоря Вот тут Что-нибудь Будет Нет Эти ящики Не обыскиваются Ладно 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 Так А как нам залезть Так Нет Это не открывается Что я пропускаю Вот здесь Где аномалии Что ли Залазить Или нет Но это ничего не даст Нам нужно Прямо на самый верх А каким образом Что-то я не понимаю А Вот она Е-мое Лестница Так Хорошо Какой там у нас Код 583 36 583 36 Отлично И остался Еще один Полетели Так Последний Где тут Это Вот она Лестница Хорошо Давай-давай-давай Аптечку Кстати Может быть Аптечки Давайте Вот эти Уже поставим Пришло время Так И последний 584 36 584 584 Хорошо Так И мы уже здесь А или нет Это наверное Эти ребята Нам нужно Самим Добираться Эх Ладно Хорошо Сейчас Побежим Ну Чего стоим Не прыгаем Так Все Погнали Давайте Блокаду И А Так Мы Собственно Говоря Совсем Рядом Но Наверное Не допрыгнем Да Эх Ладно Ладно Ну Хотя бы Вот сюда Хорошо Аптечка И Полезли 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 Все Полетели Так Ну что Вернулись Мы Получается Обратно На локацию Комната Телепортации Да Так Отличная Работа Фанат Нам удалось Вылезти Из этой Дыры Это Понятно Дальше Что А дальше Все Мы Смотри Через Секретный Тоннель Уйдем В Мертвый Город Но Тебе Я думаю С нами Не по Пути Мертвый Город Это То Что Мне Нужно Я Как Раз Туда И Собирался Так Что Давай Поднимай Решетку Профессор Извини Фанат Но Мы Выбрались И Ты Нам Больше Не Нужен Дальше Мы Пойдем Без Тебя Прощай Сталкер Ну Ты Сволочь Профессор И Что Теперь Кода Мы Не Знаем Декодера У Нас Для Замка Класса А Нет Найти Выход Из Лаборатории Х9 Так И Что И Как Тут Уже Все Не Активно Понятное Дело Рубильники Скорее Всего Тоже Но Смысл Уже То же Самое Проделывать Ну Наверное Надо Возвращаться Обратно Но Что У нас Появилось Нового Что Мы Узнали Да Мне Кажется Ничего Не Узнали Ну Вот Тебе И На Ну Что Возвращаться Обратно Или Что Делать Ладно Давайте Наверное На этом Пока Что Прервемся Продолжим Уже В Следующей Серии Так Что Всем Большое Спасибо За Просмотр С Вами Был Хьюк Всем Удачи И Пока Продолжение следует